Дорогой брат, предыдущим посадить церковь, я прочитаю несколько писаний, которые сегодня будем рассуждать. Вместе с вами, Ефесянам 1 глава, 16, 17, 18 стих. Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в волитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал нам Духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил Отче сердцем вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его, и какое богатство славного наследия Его для святых. Присаживайтесь, друзья. Я хочу вас приветствовать всех, ну, апостольское приветствие, я всего лишь служитель, раб Иисуса Христа, как и мой возлюбленный брат Михаил, приветствовать апостольским приветствием, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Это самое ценное пожелание, которое мы можем только друг другу пожелать. Это благодать и мира желаемый брату, который прощался, уезжает отсюда. Желаем друг другу, это не оценимый дар Божий, который мы, люди, друг другу не можем дать, а может Бог дать. Я хочу сильно вместе с вами утешить за той общей верой. У вас есть та же Библия, что и у нас. Церковь благодати Божьей в городе Николая, это тоже церковь евангельских христиан-баптистов. Центральная церковь, она называлась Старая церковь. Ее история в этом году, 130 лет мы будем отмечать в тепле месяце. Ну, источники сейчас нашли 138 лет. Это одна из первых церквей на юге Украины, была создана. Вы знаете, что за рождение евангельских церквей происходило с юной Украины. Там были немцы, колонисты, мирониты, которые проповедовали Слово Божие. А дейшинка, известный вам, рябошавка, они проповедовали, проходили через наши края. Семья Божья сеялась и создавались святейники Божьи, точно так же, как и вы здесь, призванные Богом. Поэтому мы не можем сказать, что вы создание человеческое. Бог создал свою церковь, это дело руки его, молодые, красивые. Мне нравится, что брат Михаил так ободряет и видит положительные черты у вас. И он говорит, какие вы красивые. Да? Мы порой не замечаем той красоты Иисуса Христа, которая должна отражаться в нас. И это объяснимо, друзья. Из того местописания, которое я прочитал, я в связи с тем, что у нас есть величайшая нужда у людей, которые все согрешили, как написано, до единого. Все согрешили и лишили славы Божьей. Все испорчили, все негодно. Мы нуждаемся у той молитвы, о которой апостол Павел пишет письмо этой церкви. И он говорит, что я непрестанно благодарю Бога за вас, друзья. Я тоже молился за вас. Но в этой церкви я знал только своих детей. Вчера я уже познакомился с целым рядом братьев и сестер, замечательных людей, христиан, нового творения, пред Богом. И я больше буду иметь представление, о ком я молюсь. Я, может, не смогу вас всех запечатлеть своим зрительным образом. Сердце наше все-таки несовершенно. И эта молитва говорит об этом. Мы сегодня будем об этом рассуждать. Это чрезвычайно важно. Я говорил в церкви своей проповедь ниже. А это место я не говорил. Я говорил о том, о чем Денис проповедовал. О безмерном величии могущества Божьего, действующего у нас. Это было несколько недель назад, после пасхальных событий. Это было в тему воскресенья, потому что говорилось о силе воскресенья. О всемогуществе Бога, который Павел называет безмерно величием могущества Его, действующего у нас. Мы многое не знаем и не создаем, друзья. Мы признаем, когда там килотонны, мегатонны взрывают, и мы видим разрушительную силу их. Но та сила Божья, которая не действует таким образом, она будет действовать в конце веков подобным образом, но сегодня она действует такой силой могущественной, которой мы должны только верой понять, признать ее, что она в нас. И это только может придать нам силу побеждать все те трудности, о которых говорит брат, приезжий. Это безмерная, великая сила Божья. Я хочу вас так же ободрить, как я сам хочу ободриться от того, что мы не оставлены в этом мире. Давно все согрешили бы, все лишены славы Божьей. Грех разъединил человека с Богом. Бог создал нас для того, чтобы изливать на нас свою любовь. Бог есть любовь, мы знаем, да? И Он изливал свою любовь на Адама, не согрешившим, на Еву. И они жили в любви. И Бог создал человека с потребностью Бога, с потребностью Его сущности в нас. И Он, это сущность, вдохнул в человека. Это Дух Жизни, Дух Святой, Вечной Жизни. Он вдохнул в человека. И человек всегда нуждался в Боге. И как только Его нуждался, Бог был всегда с ним. В любой момент Он мог, как говорится, с глазу на глаз, беседовать с Богом. И мы сегодня такую возможность имеем. Через то дело, которое совершил Сын Божий, воплотившись в человека, умничижил себя, смирил. Мы должны всегда понимать, что это слово, которое говорит Иоанн, стало плотью, что это слово было Бог. Но мы все семьи должны понимать, что этот Бог в человеческой плоти, Он на небе. Что человеческая природа не ищет. И что Бог настолько близок к нам, мы себе даже представить не можем этого. Нам нужно просто каждый день об этом размышлять. Что Бог связал Себя на веке с человеком. Он принял плоть нашу, совершил служение нашего искупления, тело любви, и вознесся, воскрес и вознесся на небе. Человеческая природа на небесах. Человеческая природа прославлена и возвеличена. И все Иисус, Его Господь, Бог сделал Господом нашим. Он есть возвышенный, Он есть Царь, которому воспывали наши друзья. Группа прославления. Которому поклоняются все, земное и небесное преисподние. От которого мы слышали местописание, нечистые духи в сокрушении были. Они ожидают суда скорого. И говорили, мы знаем тебя, святый Божий. Но это человеческая природа. Никогда не упускайте, что это только Сын Божий. Всегда верно воспринимаете, что Бог носит человеческую природу. И Он соединил нас не на время с искупления на земле, а потом оставил ее в тверь здесь. Нет. Она обновлена в воскресенье Иисуса Христа. Она приняла силу, славу и могущество. Это славное тело, и мы будем наследовать. Но хотя в этом мире сегодня, в ядающей поте, хотя в этом мире, когда в нашей поте живет закон греха, и смерть и разрушает нас. Поэтому мы из-за дня на день ветшаем, говорит Писание, но также из-за дня на день мы должны обновляться России. И вот здесь возникает величайшая нужда у человека. Он должен задаться вопросом, а как я могу победить эту плоть? Как я могу победить грех? Ведь человеку это не под силу. Человек это не может сам совершить своей силой. Иисус тоже Сын Человеческий. Он совершил это. Но Иисус был безгрешен. А грех, который вошел в сердце Адама, он сделал ужасное, гнусное дело, друзья. Он отрезал Адама, буквально. От жизни, от источника жизни, от Духа Святого, который он получил от Бога. И произошла катастрофа, глобальная катастрофа. Был человек святой. Был человек образа и подобия Божия. А потом стал ужасным творением. Мы видим, что грех сделал первых детях Адама. Можем себе представлять, как быстро эта семья, генетика, передалась детям. Что родные братья, один убивает другого. Это страшный грех помрачил в сердце Адама. У него был свет. Когда Дух Святой обитал в его помаде, это центральная источность человека. Он состоит сложный, конечно, материальный. Душа и Дух, это невидимая внутренность наша, личность наша. Но она была свет. И этот Дух был совершенный, друзья. Его, как мы говорим сегодня, мудрости человеческой, достижения к человеку. Мы видим большие достижения наши, да? Хотя человечество грешное. Вы можете представить, какой был потенциал разума, сердца Адама, когда он не согрешил? Мы восхищаемся, что Бог повел пред ним миллионы видов животных, да? И он каждому по его сути, он узнал суть каждого творения. И он узнал и не назвал по имени точку. Это поразительно, правда? Вот когда Дух Святой будет у нас, в сердце, в полноте, не на счет, а в Духа. Ведь та молитвенная нужда, которую Павел приносит, благодарит Бога за всех нас верующих. Но он просит не только за Ефесяна, он передает нам, чтобы мы осознали эту величайшую нужду для каждого из нас. В этой божественной сущности наполняться каждый день. Бог нам не дал безмеры, друзья. Это было в чересчур для нас легким спасением, чтобы мы получили ту полноту благодати Духа Святого у себя и могли сейчас преобразиться абсолютно. Бог хочет, чтобы мы потрудились. Бог хочет, чтобы мы оценили этот великий дар, усилий, как плак на Сходе. И он хочет, чтобы мы исполнялись этим Духом. То есть это процесс. Бог хочет, чтобы мы поняли, что то сердце, которое он дал нам, оно получило только начаток Духа, залог Духа. Мы можем предвкушать полноту, что мы получим, когда увидим его, написано. Когда мы увидели его, то будем подобны ему. Но сегодня мы далеко не подобны ему. Мы поем псалом «Чудное озеро» Гене Сарецкой. Помните, там такие слова сокрушения о том, что что-то у нас не отображается Христос, как у вода. Да, образ. Когда мы смотрим в воду, в зеркало, мы видим свой образ. Но что-то туманно, да? Правда? Так и у нас. Мы не должны успокаиваться над тем, что мы уверовали, мы прощены. Это «да» и «амень» каждый день, когда мы благодарны сего, что он принял нас в число своих детей, назвал своими детьми. Но Бог хочет достичь какой-то цели в нашей жизни здесь на земле, чтобы мы достигли Его. Наша задача – достичь Бога, как Он нам достиг. Как Иисус нас достиг, стал подобным нам, принял плод и кровь, так и мы Его должны достигнуть. Вся в этом, и Павел, знаете, очень хорошо раскрывает эту проблему сердца верующих людей. Не верующих, заметьте, это послание верующим людям. Это проблема верующих людей. И в 7-м 4-й главе, 17-19-м стихом, Павел характеризует то состояние нашего сердца, И вот смотрите, Он описывает некоторые очень важные детали для нас. «Посему я говорю и заклинаю Господу, чтобы вы более не поступали, как прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине невежества и ожесточения сердца их, и дали я до бесчувствия, предались распусту, так что делаю всякую нечистоту с ненасцентимостью». Видите, здесь апостол Павел говорит об основных моментах, почему наше сердце нуждается сейчас в такой духовной терапии, в исполнении Духом Святым, в освящении, в просвещении, там не должно быть ни пятна и порока. Потому что с нами что-то произошло. Мы жили по суетности ума. Мы были оторваны от Бога, отрезаны от Бога. Грех разделил, стал пропастью. И мы жили и живем во многом еще сейчас по суетности. Суета, хорошо я характеризую ее, нефизиаст не говорит, что это вообще бессмысленная жизнь, это глупая жизнь. Вы согласны, что мы все жили глупой жизнью? Без Христа пропели наши друзья, я не знаю, куда идти, я не знаю, как жить, я ничего не знаю. А человек говорит, а я все знаю. Я лучше знаю. Это гордый человек, это, во-первых, грешный человек. Он всегда представляет себя лучшим, большим, красивее, умнее, хотя на самом деле ничего не знает. Он этого не знает вообще. По суетности ума живет. Почему? Грех произвел помрачение сердца. Адама сердце было светло. И когда он все грешил, там настал мрак. Помрачение произошло. Это слово, знаете, помрачение ума, мы должны осторожно говорить всем людям, это состояние мира и состояние, конечно, если мы ее приносим в церковь, остается и наше состояние. Оно нуждается в просвещении. Ум наш нуждается в просвещении. Мы должны приобрести ум Христов в полноте. Это состояние совершил грех. Мы знаем, что идеал на нас действует сейчас. В Каримте, я нам 2 глава 4, ой, не 2 глава 4, я глава 4, вот и стих Павел говорит, что Бог века эту ослепил умы людей, да? Для того, чтобы для них не воссиял свет благословения о славе Божьей. Видите? Ослепление производит также по врачению. Ослепление для того, чтобы не видеть истинного света. Не видеть и не слышать и не понимать того благовестия, того Евангелия, спасения нашего. Потому что Он не хочет отпустить нас. Он видел твою ночь Богу. И это проблема каждого человека. И мы пришли с тем багажом старым. Произошло рождение новое. Произошло исполнение Духов, но мы получили начаток Духа. Неполноту. Мы нуждаемся, друзья, в постоянной молитве каждый день, многократно. Просить Бога о просвещении нашего сердца. Как мне жить? Куда мне идти? Как мне любить братьев и сестер? Не говорить когда мы говорим друг другу увещеваем о каких-то личных проблемах, а человек говорит, я вам такой, как есть. Брат и сестра, такой, как есть. Мы были в мире с грехом. А здесь Бог хочет, чтобы мы были другие, чтобы мы научились любить друг друга, прощать, нести друг друга времена. Бог хочет, чтобы мы совершенно были такими, как Иисус. Да? важность этой молитвы и нужды очень понятна. Если мы применим, давайте, такой образ, для чего нужно просвещение мне сердца моего? Смотрите, я в очках, да? Для чего мне очки нужны? А потому что я не могу без них прочитать. Что-то произошло с моими донзанами. Ну, есть болезни, есть такая болезнь, когда помутнение зрачка, катарапта, да? И что нужно сделать, для того, чтобы человек видел? У него глаза есть, правда? Ум всех вас есть. Я не говорю, что вы без. Хотя Писание говорит, что человек, который говорит, что нет богатого безумец. Поэтому не говорите так неверующим людям, что у вас помрачение ума. они получат оскорбление и дальше на этом и ваша еванганизация этого человека закончится. Как-то у нас были, ну, мы все умираем, наша мама, мои жены Куберла и брат Диакон проповедовал и сказал, что мы были все духовно мертвые. Много родственников, они неверующие, ну, и грамотные. Премьерник моей жены, когда услышал, что Мемберл сказал, спасибо, с таким домом, он дальше закрылся. У него помрачение и так, смотрите, он закрылся вообще. Глаза есть, ум есть, но то, что мы этим умом плотским создаем, оно имеет, смотрите, какое оно значение. Хорошие дела атомы, правда? Ну, электроэнергии, особенно на Украине, этих атомных стоков, хорошо, что слова Богу, только отбача ровнулись, Чернобильская ахмана. А то, катастрофа на всю Украину, и Европа страдала от этого. Да, глаза есть у нас, ум есть, но мы применяем плоским умом, не для познания Бога. А может ли человек познать Бога своим плоским умом? Может? Вы участвуете в проповеди или нет? Ну, живо отвечаете. Да, нет. Нет, конечно. Потому что, говорит Писание, если вы познали, то не распяли Иисуса, да? Да, и раз человек слеп, когда он видит природу, творения Божьи, небо, звезды, величия, вот, казалось бы, нам просто, когда мы сейчас посвящены, это же делорог Божий, как велик Господь наши друзья пели. Но человек не может своими умом познать, у него помрачение, он не видит, он не слышит и не разумеет. Болезнь есть другая, на образе болезни глаз, я вам скажу, что у меня катараты нет. Но, очевидно, произошло, что мышца ослабевает, атрофия нервозрительного происходит, и сила моего зрения, жена помещала вчера, я не помню, сегодня, говорила, вы представляете, какое у него зрение было, то есть у меня, больше, чем 100%, плавал. Да, действительно, я, знаете, после армии я пошел плавал. Далеко, моря окранами, да, за границей плавал, это было давно, кстати, я был в Польше, в начале 70-х годов, многие из вас родились в Польше, а я уже был здесь, в Луганске, в Денис, в Соботе, но в Ашшаре я не был никогда, это первый раз. Так вот, я был матросом, старший матрос, рулевой, и, я нес такую вахту, которая называется собачья, это с 0 часов, когда всем спать хочется, до 4 часов, и, конечно, зрение, то не очень-то помогает, есть локация, и вот, я со вторым штурманом нес эту вахту, и он мне очень доверял, почему, потому что он проверил, я ему говорю, справа, там, 30, я вижу, зеленый огонь, он очки одел, взял бинокль, нищего не видеть, подошел к локатору, на него смотрит, и говорит, что-то я ничего не вижу, а я говорю, есть, прошло 10 минут, скорости нашей, встречаемся, он смотрит, точно на локаторе есть, взял бинокль, дождь, есть что-то, а откуда ты видишь, что-то каким-то бортом идет, я говорю, я просто вижу, что это зеленый, а то красный, я различаю, вот, враговое зрение было, видите, а слава, мыслишься, я вам почему-то просравно провожу такой пример, чтобы вы поняли, что произошло с нашим сердцем, что ему нужна эта терапия, духовная терапия, и если мы не будем участвовать в том, что Бог уже сделал, обеспечил нас всем, все дал, все лекарства дал, слово, дух, церковь, служение, вот, поручение дал нам, друзья, если мы не будем исполняться духом святым, у нас будет происходить эта атрофия, ослабление, мы приняли слово Божие, слава Богу, но многие я вижу, знаете, что в практической жизни я вижу, что многим слово потом не говорит, а это ужасно, когда слово не говорит, тогда я поступаю, а так как мой плоской ум говорит, а так как вы люди у мира, по обычаю мира, не по духу, а по плоти, и это страшно, мы несем плоскую жизнь в церковь, святое создание Божьей, где главой есть превознесенный, прославленный Господь, мы должны помнить, что у нас внутри здесь очень опасный враг, это наша оскоряя сущность, светский человек, адамовский человек, и мы бессильны, когда мы бландецы во Христе, многое сделать. У вас было такое, что вот хочу что-то сделать доброе, а не могу? Было? Или тут у апостола Павла и у меня было? Апостол Павел Коринфян говорит, да, там 7-я и 2-я глава, не помню. Он говорит о борьбе плоти и духа, и говорит, того доброго, что хочу, не могу, да, сделать. Он доброе хочет сделать, а нету. Почему? Бессилен. Это состояние младенчества. Но мы же не можем быть младенцем всю жизнь. Правда? Это ненормально, когда наши дети, которых мы рождаем, они все маленькие, год, два, десять, а он маленький. У меня у брата была такая трагедия, младшего брата. Родили дочку, и вот такая маленькая не росла, трагедия, она умерла, прожила, для нас, умерла. Это же ненормально, друзья. Мы должны расти, вырастать, и до какого состояния, мы должны, говорят, расти. Мы должны знать. И нам Слово Божие об этом говорит. Апостол Павел говорит о том, чтобы мы ощущали это нуждом. Он молится об этом, служители об этом проповедуют, служители об этом молятся, чтобы церковь была духовной, чтобы церковь была сильной, чтобы члены были духовно укреплены. Представляем себе живое тело, да? Вот, живое тело, анатомию знаю. У меня есть проблема с поджелудочной, у меня есть проблема с подвоночником, вот. Ну, не буду больше рассказывать, чтобы не думали, что вообще весь подводный человек наносит. Но, доживете до таких лет, они вас подстегнут тоже. Это закон. Вот. Это ненормально, я чувствую себя неполноценным. Я, правда, Михаилову говорю, что я в Киев не езжу на совещание, там, когда республиканские посылают второго пастора, там, наш третий учился в семинаре, прошу его, пойди там, если можешь. Вот. Попутят, между прочим, ну, послан ночник мне не позволяет ехать долго в машине. Вот. Та пища, которую горят, поджелудочная, ненормально, выделяет то, что нужно, инсулин, да, сахар повышается. Сейчас нормально у меня все с сахаром, не новость, Не советуйте мне ничего, потому что у меня сейчас все нормально с сахаром. Я на диете, на диете живу, и у меня все нормально сегодня. слава Богу. Писание нам говорит о том, что наше сердце, оно вот такое, видите, наше естество человеческое такое, ненормальное, больное. Оно нуждается в крещении, восстановлении, и я думаю, Бог нам все дал. Если бы Он ничего не дал, то можно сказать, бедный я, несчастный я человек. Что я могу сделать, Господи? Я спрашиваю многих своих членов церкви, посещаю, у нас где-то сто человек, чуть больше ста человек есть больных, которые не посещают церкви. Вот, это довольно много, я посещаю, я вижу, знаете, когда кто наполняется, зачем? Прихожу к сестре, а у меня телевизор включен, вовсю, так громко, и вообще, я зашел, она даже не выключила. Она даже телевизор не выключила. Я говорю, сестра, а можно нам и пообщаемся. Она говорит, что-что? Да так громко телевизор говорит, она меня не слышит. Я говорю, а вы читаете писание? Да, вот Библия разная. Она закрыта, и на ней уже пыль. Смотрите, человек подходит к совершению жизни. Потребность сердца в этом квадрате. Я не говорю, что вы не можете смотреть телевизор, я смотрю. У меня спутника телевидения, я смотрю христианские каноны, я смотрю новости, мне они нужны, потому что мне нужно проповедовать, наставлять людей, учить. Я хочу поважать глупость нашего человеческого мира, несостоятельность нашего мира, и я проповедую и говорю, смотрите, мы двигались в одну сторону с 17-го года, а потом пришли в себя и начали в дуку ввести. Как это назвать? Суетой. Да? Повращение сердца. Я не знаю, как жить, куда идти, и иду назад, оттуда, куда вышел. Вот решение людей с повращенным умом. Беда у нас. Внутри нас, и мы должны это осознать, друзья. Я так останавливаюсь и делаю акценты, чтобы мы осознали. Я могу быстро, я хагерический характер у меня, я могу быстро проповедовать, но, знаете, я все-таки учитель еще немного, потому что пастор призван быть учительным. И я в библейской школе преподаю очень хороший предмет, у меня нету времени, я бы мог вам говорить практическое конфликтология. Преподавала по-балетику, но сейчас я не преподаю, а практическую конфликтологию преподаю. Очень интересный и важный предмет на основании Слова Божьего. Его ввели сейчас в семинаре, но когда мы библейскую школу создавали, это я по своему умозрению, по просвещению Божьему решил рискнуть на это дело и этот предмет преподавать. Я потом вижу через три года в программе Киевской семинарии практически конфликтовое, а я никогда не думал, что у них нету такого предмета. Нам нужно знать многое, и это может нам дать только просвещение Дух Сетовой. У Нем сила, у Нем жизнь, от Него и мудрость, и знание. Мы не можем, друзья, говорить о том, что я уже все знаю. Я посвящал одну сестру, а вот посвящал другую тоже очень интересную сестру, она говорит, Николай Сафронович, я в этом году уже второй раз прочитал Библию. Я говорю, ну, а я нет. Да, я говорю, нет, но она на пенсию вышла, ей уже делать нечего, и она в Сибирь, посмотри, да, я пришел, она действительно за столом сидела вот и читала Библию. Я говорю, а вам все понятно из того, что я прочитал? О, нет, говорит, там много мне непонятно. Я говорю, а почему, я делаю таким образом, сколько раз прочитали Библию? Ну, пока я работала, я прочитала семь раз, я прочитала Библию. Я не могу сказать, сколько я раз ее прочитал. Ну, может, два раза, друзья. Но я постоянно умнее целыми, вот, целые вечи, до двенадцати, как прихожу с восьми, и утром просыпаюсь, с шести, почти до полдевятого, восьми, пока жена не тормошит, давай завтракать, потому что на целый день поход, посещение, церковь, и так дальше. Я в Слове Божьем. Но я ее уже не читаю, вот, просто так, чтобы прочитать. Для кого читать Библию семь, десять раз, двенадцать? Для кого? Для Бога? Для Бога нужно познание. Если Дух Святой будете молиться, читая это Слово Божье, если Дух будет просвещать ваше сердце, Он запишет вам алмазным рестом на ваше сердце эту истину. И не надейте, что мы можем познать эту истину до конца. Мы, младенцы, в этом безбрежном океане Божественной истины, глубины, широты, высоты, мы не сможем это опознать до конца. Но Павел говорит, что, как он поступает, помните, филиппистам? Какая практика христианина должна быть? Того, чего достиг, чем не живы. Забывая заднее, простирая все вперед, на новые ступень. Вот наш путь прогрессирующего роста. Не путь, что мы прочитали, лишь бы прочитали, а море вопросов. Я ее спрашиваю этой сестре, она уже покойная, я ее могу говорить, даже имя могу назвать, но вы ее все равно не знаете. Вот. Я ее спрашиваю, сестры, а вы спасены? Она замялась вот так, ну, Бог знает. Я стоп. Я говорю, у нас не все нормально. В духовном состоянии, когда вера говорит, что, ну, Бог ее знает, но я не судя себе, «Друзья, а слово нам дает гарантия? Какого Бога нам дает слово? Изменчивого Бога или неизменного в своем слове? Верного. Если я устарался, что не оставлю и не покинул, я должен верить, что он со мной везде. В любых обстоятельствах. Не только тогда, когда я на фаворе, «О, Бог со мной, слава Богу!» А когда Бог опустит нас в самую глубокую расщелину, бездну, когда он вскроет свое лицо от Иова, и мы будем ходить зад, вперед, право, влево, и не расходим его. Помните, как Иов мучился в этом? А он знает, а вы должны верить. Это нерормально, что мечтаем много и не уверены в своем спасении. А он сказал, что это спасение вечное. И у него цель по отношению к нам людям под головой Иисуса Христа соединить в себе. Вы знаете конечную цель Бога? Кто знает конечную цель Бога? Единое помнится Бога. Что? Единое место. Ну, это одна из целей. Но вообще конечная цель Коринфян 15 глава, где говорится об Иисусе Христе, которому осталось победить последнего врага смерть. Там сказано, что когда он покорит все ему, тогда и Сын покорится отсюда, и тогда все во всем будет Бог. Соединить человека с триединным Богом. Аллилуйя! Не сидите равнодушно, это такая истина! Соединить меня, негодные творения Божие, растленные, найти в этом мир, через кровь Сына Своего принести такую жертву, дать Духа, Слово, вести нас, наполнять нас, и мы будем равнодушны, Благодарим! Вы знаете, да, слава Богу, я проповедовал на безмерное величие могущества церкви своей, и я когда их спросил, я спросил точно так, как вас, я говорю, а почему вы не прыгаете? Они все заулывались и растерялись, у нас в церкви неприлично прыгают, мы не прыгаем. Я говорю, душам ваших, так, чтобы у вас отражалось и на глазах, и на лице. они оживились, конечно, и до конца проповеди они все время творили, аминь, аллилуйя, слава Богу. Приучайтесь участвовать с проповедующим, Словом Божиим, вам легче будет его воспринять, познать, вот оно вам легче усвоится, ну а если мы будем вот это следить у нас мысль, мы здесь, да, а мысль там. Я в парадонатах слышу часто, я слушаю их проповеди некоторые по телевизию, они говорят, вы здесь? То есть, пастор ощущает, чувствует, что люди выдохлись, они напрыгались, раскатались, и они уже не здесь. Они уже отрешились, а, они уже надеялись вот таким небем. Некоторые на третьем, некоторые на базаре. и они на одном месте. Да. Кстати, у вас был Райнер, он по этому поводу так говорил, его в Канаде испытывали, пригласили. На неделю он серию проповедей, а они, говорят, в целый час прыгают, потом говорят, нет, сначала я проповедую, а потом вы прыгаете. А они, говорят, попадали, там точно такие ковровые покрытия, после прыгания, уже смотрят, они уже ничего не слушают. А он приехал с Европы для того, чтобы посеять, чтобы толк был какой-то из-за этого труда. Они, говорят, сначала возмущались, я напитаю вас той пищей, что мне Бог открыл, что Бог дал, вот, и тогда можете от этого отца не прыгать. Дайте, выплесните ту плоскую энергию, и чтобы Дух ваш ободрился, и вы пошли окреленные, обновленные в силе, вот как Исаия читал про обновленные. Это величайшая наша, друзья, нужда в Духе Святом. В тему Троицы мы продолжаем после праздника Троицы размышления о нашей великой нужде, просвещении нашего сердца, ума, сердца. Оно было помрачено, и мы сегодня должны иметь новые стандарты жизни нашей. Прочая жизнь, говорит апостол Павел, заклинаю вас. Заклинаю, это такое страшное выражение, друзья, заклинаю, это опять проклятие, это опять проклятие, поэтому Павел говорит, заклинаю, чтобы больше так не поступали. Это ужасно, когда мы будем снова быть подобными такими, как есть, и остались такими, как были. И говорит, ну такое есть, умри для себя. А вы знаете, что мы должны сраспяться, совлечься, обновиться, соумереть со Христом. Это все говорит Слово Божие к нам. И мы это все должны совершить в своей жизни, познать, измучить от этой природы. Ой, брат, я забыл, где сейчас слышат, я смотрю, я заговорюсь, и вы будете долго меня слушать. Там, 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 у нас сейчас есть. А, у нас, да. Когда я там, я уже должен закончить, правда? Прости, брат. Все нормально. У нас Слово, вся Вечность впереди. Смотрите, такая, другая, быстренько, следующую нужду, которую мы должны знать, Павел просил, чтобы Дух Святой просветил сердце наше, и чтобы мы познали, в чем состоит надежда, призвание Его, и какое богатство славно наследие Его. В чем наше призвание? Знаем? Нет? Ну, друзья, это, я уже говорил об этом, надо связывать, нам оловить. Давайте так, Рыблянам 8-я глава, известная без Пописания с 28-го стиха. «Притом знаем, что любящим Бога призванным по Его и звонению все содействует главу. Ибо кого Он предуслал, тем предопределил быть подобным Сыну Ему». Быть подобным Сыну Ему, это главное призвание наше. Это высшее призвание. Он не хочет, чтобы я был таким, как я есть, бунтовер, или еще каким-то там человеком. Он хочет, чтобы я был как Сын Его, смирил себя. Да, я был так, это я признаю. Но Бог смирил, знаете, такие испытания, сейчас такой огонь пришлось проходить. Я не умел прощать, я не умел уступать и так дальше. А теперь я понял, что мое единственное служение умывать ноги и слушать людям. А я этого не делал. Я был большой человек. Я мнил, что я большой человек. Да, я служил в органах, у меня там была должность подполковничая. Я думал, что проглавываешь ей это, конечно, да? Как такого человека смотри и Бог меня сделал, переплавил, дал мне познать Его. А как я могу быть подобным Сыну Его, когда у меня сердце еще не может видеть Его? Ведь написано, что когда мы взираем на Его славу, преображаемся, да? От славы в славу. Но мы должны увидеть эту славу. мы должны увидеть образ Иисуса Христа. Бог предупредил нам всем быть подобным Ему, образу всех нас Его добыть. Он был первородным между многими братьями, Иисусом предупредил Техи призвал, а кого призвал тех оправдал, а кого оправдал прославил. Наше призвание возобещается буквально здесь в нескольких словах, в трех словах. Призвать, оправдать нас по вере в Иисуса Христа, Его праведность получить, и дать нам возможность превратиться в образ Его Сына. Другой человек другим образом туда не попадет. В Церковь Божьей подобное Иисусу Христу того Бога. Надежда призвания очень высокое. Оцениваете какое наше призвание? Быть подобным Божьему Сыну. Быть подобным человеку Иисусу Христу, которого Он пославил, прославил, возвысил выше всех началь престолов сил земли небесных всех. Видите, человек прославлен. Он хочет, чтобы мы в Иисусе были прославлены. Не только, чтобы мы были оправданы, но Гея удовлетворяется этим начатком. Слава Богу, что я спасен. Слава Богу, что Он меня просил. А там хоть и порога. Нет, друзья, не попадешь и до порога. Дьявол очень мудрый. Да, это премудрость красота и премудрость. Считайте, знаете, уже с дьявола. Это интересный, да? Но Он подгорделся. Он знает, как крючки к нам подцепить, чтобы нас держать. Вы выходите в церковь, вы прославляете Господа, но Он не даст нам того, что дает Дух Святой. Где мы должны противостать Ему. Будь Бог прославит друзья всех нас. Я сожалею, что я сегодня с Вами на это короткое время, но я Вам обещаю, сейчас я буду поделиться, и так пройдусь, еще смогли с Вами поприветствую, и я буду, если не напомню Ваши имена, хоть и зрительная память мне будет представлять этих молодых людей, которые имеют душ дуть здесь, во многом, и от хорошей жизни сюда пришли, но слава Богу, я так благодарен Бога, что есть церковь, что мой сын пришел в церковь, не куда-нибудь, а в церковь пришел, он не пошел на работу, он пришел в церковь, с чемоданом, слава Богу, что эта семья Божья есть, где мы можем на понятном языке друг друга наставлять, поддерживать, ободрять, я буду умножать молитвы свои, я веду несколько групп в церкви, молитвенную группу, веду группу по изучению слова, но вторую, мы везде молимся об этих нуждах, и я задаю тон этим молитвам, я буду говорить им постоянно, друзья, молитесь об оборшавской церкви, о пасторе, о служителях, проповедниках и оконах, о прославлении группы, о молитвенниках, о каждом из вас, чтобы вы, друзья, все были благословлены Господом, все вы исполнялись Духом Святым, наполняли свое сердце, превражались в образ нашего Господа Иисуса Христа. Да благословит вас всех, Господь, мы пристанем на ноги и помолимся, поблагодарим Его. Благословенный, прославленный, возбилищенный и спаситель Бог наш, тебе сердечная хвала, тебе слава, Господи, я благодарю тебя, что сегодня я нахожусь вместе с народом твоим в этом городе, в этой стране. Благодарю, для меня радно пребывать Господь там, где Твое Слово, где Твой Сын главный, где мы можем возвещать все Твои милости, все Твои чудные дела, которые Ты совершил для нашего спасения. Они для нас так возвышены, Господи. Мы не можем постичь Твою любовь до конца, сколько Ты, Господь, затратил сил, средств. Ты отдал Сына своего на поругание, на смеяние, оплевание, на позор, мучение, смерть. Благодарим Тебя, что Ты так возвысил и нас, людей, и что такие высокие цели у Тебя есть по отношению к смертному человеку. Я благодарю Тебя, Господь, за этот народ святой, который в этой церкви служит Тебе, поклоняется Тебе, возвещает Твое имя другим. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Дух Святой наполнял их сердце, чтобы они были полны, чтобы реки, воды живой иссякались из них и могли многих здесь людей достигнуть, тех нуждающих, которые ушли, Господь, от нехорошей жизни со Своей стороны, они нуждаются в утешении. Дай, Боже, моим друзьям ту любовь в сердце, излей, эту благодать свыше, наполни, Боже, эти сосуды драгоценные самим собою, чтобы они преисполнены, могли, Господь, являть любовь этим людям и указать на Тебя, на путь истину и жизнь, на солнце и жизнь. Благослови, Господь, моих друзей. Мы прославляем Тебя, мы поклоняемся Тебе, Ты великий Бог, Ты славный, Ты дивный Бог. Да будет Твое имя превознесено и в нашей жизни, и вовеки. Аминь. 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 Аминь.